Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Вы знаете, что иногда бывает очень сложно сделать. Сложно объяснить, чем же так восхищает тебя та или иная книга. И если начать вдаваться в детали, пересказывать содержание, какие-то отмечать отдельные моменты, то можно окончательно заблудиться, и не хватит и не пяти минут предназначенных, отведенных, так скажем, в современной культуре под видеоролик, о чем-либо повествующий, рекламный ролик, допустим. Там, не знаю, две-три минуты, пять минут. Но я десять минут иногда рассказываю, и не могу высказать то, что мне хотелось бы сформулировать. Можно, конечно, забудиться в деталях. И когда я буду вам рассказывать о Маулине Шмидт, я постараюсь об этом не забыть. Итак, Маулина Шмидт, Мое разрушенное королевство. Это книга, в которой все прекрасно абсолютно. Маулина настолько обаятельна. Этот безумный, взрывной, совершенно непосредственный, непредсказуемый ребенок, обладает потрясающей фантазией. Я полюбил ее с первых строчек буквально книги, а когда дошел до, например, тайника для козявок за диваном, я просто вообще был в восхищении. То есть я понял, но это просто я в детстве. То есть там много очень смешного, много очень интересного. Ее восхитительная, потрясающая, неподражаемая Мауляндия это как раз то, что отличает нашу взрослую жизнь, жизнь скучноватую, жизнь определенную, может быть, комфортную, но совершенно нерадующую. Пластикборг в этой книге, это их новый дом, куда они с мамой переехали, от того сказочного, совершенной пейзажа, который окружает нас в детстве. У меня это в детстве была деревня Воронина, где я жил с бабушкой. У кого-то это было другое место, кто-то никуда не выезжал из города. Это не важно, каков был дом, но это была Мауляндия, это была волшебная страна фантазии. И вот как раз в этой книге, при помощи очень многих хитрых приемов, я попытаюсь сказать каких, нам показано отличие вот этих двух позиций жизненных. А что же, конечно, выгоняет главную героиню, ее семью, из волшебной Мауляндии в этот вот омерзительный пластикборг с одинаковыми домами, одинаковым распорядком жизни, вездесущим абсолютно пластиком. Дело даже не в пластике, вот она Мауляндия. Дело даже не в пластике, а вот это метафора, скорее, того, что произошло с людьми. Конечно же, это семейная катастрофа. И мы здесь в очередной раз видим, как глазами маленького героя, ребенка, показаны очень-очень недетские вещи. С одной стороны, это развод. Там явно есть тот, с кем она не хочет говорить, кого она не называет по имени. Вот тот, чье имя нельзя произносить. В данном случае вовсе не великий злой маг, а темный волшебник. Ну, попросту говоря, тот, кто должен быть ее папой. Но никак. Никак. И там есть в конце эпизод, когда открываются у нее глаза на еще более тяжелый случай с другим папой, который вообще только под надзором может видеться со своим ребенком. Но я не буду вам пересказывать сюжет, вдаваться в спойлеры. По-разному все складывается у Маулина и ее друзей. Но Маулина лишилась нормальной семьи. Пластик Борг – это результат катастрофы, которая уже произошла. Это полбиты. Вас впереди ждет еще одна катастрофа, потому что совсем не все в порядке с будущим, которое ожидает Маулину и ее маму. И когда вы дочитаете до этого места, если у вас не навернутся слезы на глаза, то вы либо очень стойкий человек, очень спокойный, уравновешенный, либо вам не нравится эта книга, потому что, в принципе, не сочувствовать девочке нельзя. Когда вы дочитаете до этого места, вы уже поймете всю ту колоссальную, невероятную разницу, которую сумели художник и автор. Вот они. Я с ними раньше не знаком был. Это первая их книга. Финн Оля Хайнрих и Рон Флигенринг. Господи, простите меня, пожалуйста, за мое произношение. Там можно будет в аннотации прочитать, как их зовут. Это довольно сложные фамилии авторов. Они вложили бездну, бездну таланта именно то, чтобы передать, как видится все это маленькому ребенку. И вот хотя я всегда говорю, я не специалист по комиксам, я ничего не понимаю в графических романах, я, если рассказываю о них, то рассказываю только о содержательной части. Это исключение из правил, они абсолютно необъективны и так далее. И тому подобное. Но в данном случае, в этой книге, вот тексты и иллюстрации, они конгениальны, это первое. И они настолько слиты, связаны, что в принципе невозможно, по-моему, представить этот текст другими иллюстрациями. А эти иллюстрации абсолютно дополняют всю историю Маулины. Во-первых, здесь огромное количество игры. Шрифтовой, образной, юмореской и так далее. Во-вторых, все, что происходит с Маулиной и все, что происходит у ее фантазии. Вот, например, прекрасная история, да. Глава 11. Рыдать, энд рыдать, энд лопаться. Ночью оказываюсь в какой-то компьютерной игре. Это сон Маулины. И вот вы читаете комикс на нескольких страницах, где описывается этот невероятный сон. Здесь есть сны, проделки, коварные планы, разоблачение коварных планов, последствия, которые следуют за разоблачением коварных планов. Новые коварные планы. Вот, значит, тайник, например, вот расписан, да, содержание тайника. Как изготовить тайник из толстой книги. Предупредите только, пожалуйста, маленьких читателей, что не всякая толстая книга для этого подойдет. Вот. Здесь есть, видите, да, обыгрывается тонированная страница. Это все не просто какие-то элементы оформления, да. Это все направлено на то, чтобы показать, как устроен внутренний мир Маулины, да. И Маулина Шмидт, ее Маулианское королевство, вот оно все нарисовано, вместе с ее друзьями, проделками всякими, это какой-то совершенно потрясающий сказочный сгусток детской яркой солнечной энергии. Я всегда говорю, глядя на детей, которые, значит, производят столько шума, да, когда мы научимся привинчивать к ним генераторы энергии, энергетический кризис планеты Земля будет решен. Сразу, буквально мгновенно, на следующий день. Нам не понадобится больше ни атомной электростанции, ни солнечная энергия, да, только вот этих вот бегающих, только вот заставить генерировать энергию все просто, сразу. Маулина прекрасна. Судьба ее сложна. Но оптимизм невероятный, потрясающий оптимизм, подкрепленный очень хорошо переданным в переводе чувствам юмора, а здесь не только автор, а здесь переводчик постарался. Маулина, она полна оптимизма. И мама ее, несмотря ни на что, полна оптимизма. Но и более того, у этой истории есть какой-то открытый финал, где, ну, можно предвидеть, да, что не все так плохо, да, может все обернуться по-другому. И это вовсе не книга, хотя я только что говорил это, да, противоречив самому себе, это вовсе не книга о разводе, и о тяжелых последствиях, еще о чем-то. Нет. Это книга о детском счастье. И о том, что ребенок будет упорен и настойчив в попытках вернуть его, в попытках вот этот вот собственный мир, свою территорию, территорию фантазии, территорию свободы, территорию вдохновения, территорию безграничной любви и полного взаимопонимания, единения с мамой. Они вот там просто в невероятной гармонии достигаются. Частично в воображении Маулина, а частично в те счастливые моменты жизни, когда это возможно. Вот эту территорию ребенок будет защищать всеми своими зубами и когтями, потому что это и есть Мауляндия. И столь обаятельный образ детства я, наверное, не встречал много лет в детской книге. И этот мир, эту Мауляндию очень сложно забыть. Очень сложно забыть и тайника, очень сложно забыть и коварные планы, вот, и ужасный этот пластикбург, и все, что произошло. Почитайте просто все фишки книги, невозможно пересказать, да. Когда вы будете это читать, получите массу удовольствия и неизбежная грусть, которую испытывает взрослый читатель, когда он встречается с определенными вещами, да, в изложении, изложенными глазами маленького ребенка, она растворяется вот именно в этом потрясающем оптимизме. Может быть, из-за того, что картинки такие веселые, они действительно смешные, очень здорово. Вот, начиная с первого форзаца, да, с руки глаз заметят, что по страницам этой книги расставлено 84 горшка с растениями. Найди их все и отметь здесь и на заднем развороте обложки. Я-то человек учетый. Я сразу, дочка, не стал читать это замечание, да, потому что иначе ближайшие 2-3 дня мы были бы обречены найти и считать, искать на каждой странице книги эти растения, да. Вот, но в принципе, если вы неосторожно или ваш ребенок уже умеет читать, да, приготовьтесь, вы будете искать эти кактусы на все 84 цветка, вот которые здесь изображены. А что это за цветки и что они значат для Маулина и ее мамы, вы узнаете уже из самой книги. Иллюстрации действительно очень смешные, очень веселые, да, но, может быть, в этом секрет того оптимизма. А вообще, мне кажется, просто удалось. Удалось. Это очень редко получается, когда слова, взгляд художника, какие-то образы сходятся, вот все звезды сошлись вместе, да, чтобы получилась такая книга. Вот такие удивительные приключения, запредельно невероятные, исключительно неповторимые, потрясающие, ни на кого не похожие. В общем, уже утомился от заголовка Маулина Шмидт, мое разрушенное королевство. Что ж, всякое разрушенное королевство, да, будет восстановлено. Читайте, наслаждайтесь, издательства Самокат.